Я ж тебя у... Это Кисси! Охренеть! Здорово! Опять... О! Блин! Тихо-тихо-тихо-тихо! Чё там? О! О! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! И всем привет, дорогие друзья! С вами Шамби, и сегодня мы продолжаем играть такую игру под названием Poppy Playtime глава 2. В предыдущей серии мы с вами поиграли с кроликом Бонзо, мы там понажимали по разным цветам, поиграли в одну прикольную такую мини-игру, и сейчас мы попали на вот такой вот склад, где находятся отклонённые игрушки, которые отклонились в продаже, игрушки, которые в целом сейчас продаются, и какие-то прям мега-детские игрушки, такие как вот Мистер Многосрал. Я не знаю, как по-другому его назвать, потому что называется... Сейчас покажу. Сир Пупс Элот. То есть много... Какал. Буду звать его Мистер Многосрал. Не знаю, может это очень важный какой-то персонаж, в будущем, поэтому буду его так звать. Вот. Мы сюда пришли, здесь увидели много разных игрушек, новых деталей, которые сейчас я вряд ли смогу все посмотреть, в силу времени и количества записей, сколько я могу сделать. Всё-таки хочется сначала... Чего? Всё-таки хочется сначала пройти, а потом уже исследовать. Нормально я так заметил. VHS Type. Кассета. Камера Security, то есть камера охраны. И Рич. Рича мы, кстати, видели уже на одной из кассет. Вроде бы на оранжевой, если не ошибаюсь. Вот. Сегодня мы продолжим. Нам, по сути, насколько я понимаю, нужно вот сюда, потому что отсюда других дверей никаких я не видел. Но здесь стоит, как бы, брон, и, может, мы не знаем. Ага. Нам нужно запустить лифт, но лифт не может подняться. Из-за того... Чё написано? Слишком вес, типа, большой. То есть из-за... Брона... Брон... Как его? Брон, да? Из-за брона мы не можем поднять лифт. Он слишком тяжёлый. Окей. Тут вот чё-то нельзя. Вот наш новый персонаж, кстати. Это Дейзи. Его как персонажа ещё не было, но как игрушка. И вот... Статуэтка вот эта вот. Мы много раз уже её видели. Press here. Я... Уважаю тебя, наверное. Но я тоже тебя респектую, слышишь? Не знаю, бот. Её робот, по-моему, она сказала, ну, допустим. Я хочу тебя, чтобы ты был лучшим другим другом. Я не понимаю, она так пищит, что ничего не слышно, типа... Всё, тут повторяться уже. Тихо. Тихо. Всё, повторяться тут начало. Power. Ага, нам нужно запустить. Power. Есть. Там что-то двигаться начало. Ага, кран. Я понял. И вот эти рельсы, по которым двигается кран, и мы можем сюда подвезти и забрать брона. Окей. С этим проблем не будет. Так, стул. Нафиг, иди отсюда. Мистер Многосрал у нас у стоит. Акси, давайте кассету посмотрим. Чё тут рассказывается интересного. Ну, это наконец-то случилось. После лета, после того, чтобы неизвестен, компания слышала все мои вопросы. Да. Они слушали. Очень внимательно. Я думаю, мои слова должны были действительно впечатлить, чтобы принимать действие. Потому что на следующий день я был демонтан сюда. по-моему, я, кстати, понял, что произошло. Рич сначала работал на складе, на том самом складе, на котором мы были, где было просто много коробок. Вот, видимо, его услышали по камерам, которые, как бы, снимали это. Ну, и, по крайней мере, насколько я понял, я вам там всё перевёл, вы всё-таки поняли это получше, чем я, я думаю. Вот. Он постоянно грустил, ну, типа, постоянно выражал свои эмоции криками насчёт того, что слишком много коробок, мусора и всякого такого. Он это ненавидит. Вот. И люди, высшие, так сказать, власти в этом, на этом заводе, услышали его и перевели, ну, короче, перевели в этот вот, в это место. И вы понимаете, какая была реакция Рича. То есть он, ну, он был просто в шоке. Вот. И, ну, на кассете, видимо, слышно, как он орёт, как он негодует. И, опять же, это тоже камера-система, то есть его снова записали. И, скорее всего, его вообще нафиг уволили после этих слов. Жалко, жалко чела. Вот. И очень жалко, что в этой компании так всё, как бы, грустно. Людей, вот, увольняют буквально за высказывание, за негодование. Буквально не самые приятные проблемы, когда действительно дофигища коробок. А здесь вы, ну, вы вообще смотрите, что это. Здесь, по-моему, невозможно что-либо найти. Просто нужно всё именно детально рассматривать и искать. Вот это вот зачем здесь? Это бы вывезли, уже давно сожгли или переработали. Не знаю. Ну, в общем, дофига всего. Так, вот эта штука нам нужно её, я так понимаю, тянуть по рельсам. И то, что я понял, вот это вот я сам забрать не смогу. Это я понял, когда увидел здесь кран. Мне нужен именно сам кран. Он запускается, я так понимаю, получением электричества. Окей. Бэм. Вот. А, там свет светит именно на место. Вот, чуть-чуть ещё. Чуть-чуть. Оп. Всё, по сути, да, по сути идеально. По сути, всё должно быть нормально. И сейчас мы берём электричество. Берём электричество. Оп. Отлично. И, бэм. Забирай. Кран запускается. И... Отлично. И теперь тащим. Всё. Буква П, кстати. Всё, падай. Как и забрать. Забери. Забери. А я забрать не смогу оттуда, да? Оп. Бэм. И это у нас золотая статуэтка Бонзо. Вообще, многие пишут и зовут его как Бонзо. Но мне легче его как будто Бонзо называть. Типа Бонзо. Ну, странно. Бонзо как будто бы тоже не особо ему подходит. А вот Бонзо. Кролик Бонзо. Да и по этому, по туториалу, который у нас был с игрой вот там вот Бонзо, ну, Бонзо, сам диктор произносил его как Бонзо. Вот. Поэтому я буду его так звать. Не знаю. Мне так легче, ребят. Если вы негодуете там в комментариях, то простите, пожалуйста. Мне так, ну, полегче будет. Опа. А это что-то, что это за чертежи? Заметил я. Проджекс. Аааа, Мамим Лонг Лекс Концепт 1 и Концепт 2. Ага, здесь написано что-то очень важное. Короче, слишком сложная для восприятия детей цветовая палитра и слишком сложная в общем-то, игрушка для детей. Выглядит она максимально непросто. Ааа, и поэтому ее отклонили. Окей. Понятно. Блин, но выглядит на самом... Ну, это получается старая мамочка еще. Недоработанная старый ее концепт. Один из... Потому что здесь концепт В1 и концепт В2. Тут что-то... Ой, блин. Че за звуки? Это за стеной там? Как будто ветер какой-то гуляет странный. Ну ладно, в общем, это первый отклоненный концепт. Второго что-то я тут не вижу. Тут у нас Пиджей валяется, Бугебот, Кэтби. Блин, пчелка как всегда. Никто не мурлычет профессионально. Ааа, пчела сама по себе. Вот тут еще снизу написано Ааа, быть самим собой не должно мешать компании Плейтайм правила поведения. Капец, это жесть. У них тут все не должно мешать работе в Плейтайм Компании. Типа, тут конкретно их жестко прессуют. Мне это очень не нравится. Это серьезная компания и настолько она серьезная, что даже производство детских игрушек у них, то есть как роботов их жестко тренируют здесь. И это на самом деле грустно. Ааа, нифига, я подлетел. Так, ладно, нам по сути нужно дотолкать, а там больше ничего особо нельзя подвигать этой вот штукой. Нет, а брона не достает, я думал, может, вот этого поднять можно тоже. Но нет. Так, и все. Ну ладно, по сути тогда тянем. Не думаю, что здесь еще что-то есть. Может здесь какие-то еще золотые статуэтки, но я думаю, в одном месте две статуэтки прятать не особо было бы хорошо. Так, до самого конца притянул. Бэм. Все. Идеально. Можем его даже приподнять. Но это ненадолго, правда, будет. Блин, а мне интересно, если я мамочке руку туда затащу внутрь. Будет жестко, мне кажется. Ну ладно. Поднимаем. Оп. Поднимай. И по сути нужно тащить, да, потом, после этого. Оп. И тащим. Все. Отпускай. А я не могу все-таки забрать? Ой, блин. Забрать. Не, забрать я не могу, оно само по себе как бы работает. Здесь я его толкать не могу. Даже, как бы, силой своих двоих. Так, ну и по сути все. Тут еще какие-то, смотрите, записки. Так, ну здесь написано сжечь. Типа, кикми паул. Это одна из игрушек, которую нужно пинать, в общем-то, я не знаю, она тут есть? Нету? Вроде бы, тут, а, вот она. Кикми паул, или пауль, или пол, не знаю, вот. И его, судя по всему, сжечь хотели абсолютно все игрушки этого типа, потому что они, видимо, никому не понравились абсолютно, что их даже переработать, как бы, решили не перерабатывать, а просто сжечь. Позвонить в типа розничные магазины, чтобы вернуть посылки спа. Не знаю, что такое спа, но я знаю, что это, там, где обычно люди кайфуют, там, чилиц. Вот, ну тут это аббревиатура какая-то, СПА. Вот, и пообедать с Авери Фри. Не знаю, кто это, вроде бы, на пути, она нам не встречалась, или, не знаю, та, кто озвучивала приветствие вот это вот детям, то, что типа, всем привет, ребятки, там, сейчас мы будем играть в три игры на станции этой Авери. Не помню, не помню, не помню. Надо будет пересматривать очень много деталей, имен и так далее. В общем, погнали. Окей, нажимаем кнопочку, оп, и поехали. Ох ты, блин, вот сюда-то мы и попадаем. Оп, опять в эти помещения всякие складские, что-то опять бьется, что-то бьется, кстати, прям тут. Че это? Авторизованным персоналом, только для авторизованных персоналов. А че это? Какая-то шестереночка тут. Так, ладно. И идем сюда. Тут у нас, тут у нас снова какая-то головоломка, тоже с лифтом, я так понимаю, да? Ой, блин. Вот эта кнопка, она че делает? Че она делает? Непонятно. Так, это двоечка, это единичка. Передаваемой энергии на расстояние нету, то есть, через зеленую руку. То есть, зеленая рука нам, как такова, здесь не понадобится. Вот так. Ну, нужно вот эти вот зацепить. Окей. Тогда бэм. Ага. Это лифт, он поднимается только, когда мы зацепляем вот эту штуку. Правильно? Правильно. Если я делаю вот так, и нам нужно еще кнопку нажать. Или нет? Или мы питаем кнопку? Так, окей. Ммм. То есть, спуститься вот так мы не можем, вот так зацепить мы не можем. Да, нужно кнопку запитать, я понял. Ну, тогда мы делаем вот так, по сути. И вот, вот так. Ага. Ага. А нет. А нет. А нет. А нет. А как мы тогда делаем? Так. Тогда вот так. Нет, стоп. Или мне не даст оно так сделать. Бэм. Так. Так, 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 так. А, стоп. Что я делаю, блин? Совсем дурак. Делаем вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вниз. Бэм. Готово. Легко было. Эта кнопка просто поднимает. Блин, это странная головоломка, типа, зачем она здесь нужна? Абсолютно непонятно. Типа, зачем? Зачем людям подня... Ну, шедшим сюда, как бы, решать головоломку вместо нажатия кнопки? Типа, чтобы запитать эту кнопку? Но для этого можно было бы сделать отдельное помещение. Короче, достаточно странно. Окей. Идем в эту сторону. У нас тут какие-то... Ой, 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 ой. Что за лаги вонючие? Внезапные абсолютно. Опять... А! Блин! Блин, такой банальный скример, но он напугал меня. Так, ладно. Надеюсь, больше таких не будет. Но я испугался, честно говорю. Вот это внезапно было, действительно. Лестничка тут какая-то. Тут нигде нету золотых там штучек, нет? Ладно. Поднимаемся наверх. Тут жутко. Блин, кровь тут. Смотрите. Так, это надо достать, да, отсюда? Оп! Есть. И открываем. А где мы выйдем? А, мы... мы с этой стороны выйдем. А тут смотрите, мамочка тут паутинкой, короче, своей побаловалась. И закрыла нам все паутиной. Окей. Это мы после игры с Бонзу... Смотрите, кстати, мостик восстановился. Скорее всего, из-за того, что я перезашел в игру. Ну, в плане, между предыдущей серией и этой серией прошло несколько дней, поэтому перезайти мне надо было. в любом случае. Так. Здесь у нас активировался второй рычаг. То есть теперь... А, подождите. Мы же по сути... Да, можем, можем. Есть. Оп. И у нас есть половина кода. Давайте попробуем его ввести. Рычаг мы нажать не сможем, да? Ну, потому что поезд еще не запустился. О, зато мы можем дудеть. Ту-ту. А это так, это рычаг для старта или для тормоза? Я не знаю, что из этого рычаг для тормоза? Вот это больше похоже, по-моему, для рычаг для тормоза, на рычаг для тормоза. Вот. А это больше для старта все-таки. Ага. Ага, это поменять цвет? Нам пока неизвестно, скорее всего, какой цвет, либо здесь все синее. Первое, это песик. Как его? Вот так, да? Вот. Ань, да, по сути, все правильно стоит. А, и нам нужно еще в каком порядке их? Не, не работает. Так, ну, нам хотя бы еще один кусочек записки нужен, и дальше мы сможем угадать, по сути. Правда, я не особо хочу угадывать, потому что мне кажется, что, как бы, чтобы достать третий кусок записки, мы еще должны выполнить еще половину сюжета. но если получится, будет смешно. Все-таки, тогда получается, полностью игру проходить не надо. Ладно, жмем на второй рычаг, и у нас, по сути, должна открыться следующая игра. Так, она сказала, что, ну, в общем-то, мама там что-то довольна тобой. Ну, и то, что следующая игра у нас в Уак и Уаги, то, что ты, типа большой молодец. Окей, тут все понятно. Нам нужно сейчас будет бить Ваги. То есть, бить Хаги, только в каком это виде? Посмотрите, их, походу, много, они разные. Тут действительно много разных цветов, начиная от зеленого и синего нашего стандартного Хаги-Ваги, заканчивая той же самой розовой Хаги-Ваги, которая у нас где-то там нарисована. Вот. И вот фиолетовый Хаги-Ваги есть. Я не знаю, прикиньте, для них всех есть имена. Я думаю, ну, 100% есть. Растите счастливых и здоровых детей. Ну, здесь Хаги, мамочка. Блин, они выглядят на самом деле как семья. Кстати, неплохая теория, по-моему. Ну, как теория. Опять же, я еще не могу строить теории, потому что я не прошел третью главу. Может быть, там это опровергли. Вот. Но выглядят они действительно как семья, то есть, папочка, мамочка, ну и вот детки. Они как бы веселят деток. Каждый должен внести свой вклад. Любой ребенок в возрасте от двух месяцев до 16 лет имеет право на участие в программе Playtime Co. Инициатива по приему в семью и усыновлению. Да, кстати, они же занимаются этим, как его, продвижением забора детей из детдома, помощи бездомным детям, вот, или типа того. И, видимо, здесь это тоже продвигается. Зеленый хаггис, желтый хаггис, стандартный синий хаггис. Grab Pack Storage. Получается кладовка грэппаков. А, а, интересно. Здесь много грэппаков, правда, на них мы достать не можем, с красными и синими руками. Ну и дальше там пусто, в целом, я вот этот забрать никакие двери открыть не могу, тут нет, в целом, а, ну вот, дверь, но она не открывается, ладно. Красный хаггис, вот, кстати, кисимиси получается у нас, и какой-то, как его назвать, бирю, бирюзовый такой, скорее, хаггис. Дырка какая-то, кстати, интересно. Может, мы, кстати, выйдем потом отсюда, через эту дырку. А, а здесь, так, опа, окей, а, вот, нам будут, судя по всему, рассказывать, и там мамочка появится, отвечаю. Ага. 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 Ой, блин, это страшно будет, слушайте. Они сейчас из дырок все полезут. если один выйдет, ставь его с вашим паком. Это все. Хороший как-то тихо игра звучит. Чуть-чуть сделаем погромче. Но я думаю, я сейчас так орать на скримерах буду. А это гениально. Сделай игру погромче и обосрись. О, 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 нет, о, нет, о, нет. Где? 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 Тихо. Отсюда. Ага, вон. Ушел. Так. Спокойствие. Где-то там. Я не вижу, где. Вон, 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 скотина лезет. Лезет. А! Вот еще лезет. Где-то здесь. Вон, вон, вон. На. О, блин. Их много лезет. Вот. Все, тишина. Вот тут. Где-то тут. И тут. Где они? Где? Вон. Вон, вон, вон. А! Тихо, 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 тихо. Вот отсюда. Отсюда. Откуда? Вон. Скотина. Вот так. Вот так. На, тебе. Да возьми. Тихо, тихо. Вот он. Их видно. Очень сильно. Тихо. Вот этот близко уже пришел. О! Они повсюду лезут. О! Не-не-не. Стой, стой, стой. Тихо. Вот этот уже вылез почти. Вот этот вылез. Он вылез. Тихо, 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 тихо. Куда? Пацаны, пацаны, пацаны. Куда вылезете? Где они? Где они? Вот. Вот. Тихо, тихо. Тихо. Вот. Близко. Вот это далеко. Близко. Где? Вот эти стороны не смотрю. Вот эти смотрю. Все. Тихо, тихо, тихо. Вас много, ребята, что-то вообще. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Что-то? О! О! Тихо, 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 тихо. Страшно? Скотина? Заткни рот свой. Ага, они звук издают. Тихо, тихо. Нет, 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 нет. Фух. Фух, мать твою. Да, я сделал это Это было Ой, блин, я Юру свернул Так Ага Ох, ребят, вы не представляете Как у меня сейчас сердце задрожало Вот в момент, когда они начали вот это кряхтеть Ага Бэм Смотря сейчас кода с цветами Не, ты чё, с ума сошла Скотина такая, блин, скотина Блин Офигеть, вот это было пострашнее, чем с Бонзо Типа там именно было то, что Просто цвета запоминает То есть, а здесь Просто они лезут со всех сторон И вот эта страшилка, капец Просто Блин, ну я бы ещё раз переиграл Переиграл на самом деле, но Блин, это было страшно Это было, о, блин Меня чуть не прижало А, я так понимаю, ну да, то есть дети скидывали Здесь свои гробпаки То есть, всё-таки гробпак был скорее не для Обслуживания создан Ну, как минимум, зелёная рука была создана для обслуживания А вот эти вот руки и детям доводилось Пользоваться Детям доводилось пользоваться Всякими красными, синими О Руками Там какая-то, это Можем, я так понимаю, схватиться Так Ага, вот тут лестница сломана И вижу я золотую статуэтку Да, есть же И кто это у нас? Это либо хаги, либо киси Ну, по-моему, с ресничками Поэтому Я думаю, это киси Да Золотая киси-миси Так И Что-то они какие-то мега Все пошарпанные Странно выглядят Вот она у нас Прикольная Блин, я бы себе такую домой поставил Если честно Так, я так понимаю Из-за того, что здесь уже подняться даже по перилам нельзя Нам нужно воспользоваться вот этой штучкой И Полетели И Ага А как? А, раскачаться? О, Кэнди Кэт Здорово Штучка с Кэнди Кэтом Прискни здесь Нажми на кнопку, чтобы покормить меня конфеткой Покорми меня еще Давай Ладно, давай Мой живот полон Больше не надо конфет А если еще разок? Я сказал Или Подождите, это девочка или мальчик? Кэнди Кэт Кэт Значит, это мальчик Блин, я думал почему-то, что это девочка всегда Ладно В общем-то Я сказал Я сказал Не надо больше конфет Ням-ням-ням Стоп А не Давай Ну еще одну конфетку За маму О, блин О, офигеть Скотина Иди вниз Спадай Вот так вот тебе Понял Скотина такая Еще кричит на меня тут Я тебе конфетки даю Хоть ты И не просишь Так Ладно, закрой дверь За собой Ладно, видимо нельзя Тихо 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 Вы 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 слышите эти крики? Или я один Услышал это? Там чисто ор был какой-то На меня Хайги Когда нападал Примерно такой же был ор По-моему Может Хайги жив еще? Оп Ааа Приведи в действие Механизм Соблюдайте осторожность При работе с Электричеством Окей А почему? Блин, интересно Ладно Синяя и красная рука Для детей Допустим Можно было бы Еще как-то понять То есть Просто поиграть В разные игры Но зеленая рука Зачем детям? То есть Вряд ли им будет Разрешаться Разрешать Контактировать С Электричеством Просто вот То есть Брать Даже если Вот этой вот рукой Они же спокойно Могут потом Прикоснуться к Ну своей вот этой рукой К зеленой руке И удариться током А ток я так понимаю Там сильный Раз он двери открывает Вот такие вот А Тут смотрите кстати Тоже нужно электричество Окей Но сюда нам нельзя В эту сторону Поэтому идем сюда Do not enter Не входить Там заваленный Какой-то проход Ну я войду Мне все равно Либо Подождите Мы по-моему были С той стороны Потому что я помню Вроде бы рельсы были И они шли наверх А тут какой-то там Резкий обрыв Как будто бы Окей Хорошо А тут тоже закрыто В какой-то Хаги Ты жив? No way В смысле? Я ж тебя Это Кисси Охренеть Здорово А ты А ты добра? Ты добрая Да? Да Нажимай на рычаг Жми Жми Блин Она так мило Это сделала Спасибо Тихо А ты же не Не ко мне Да? Ты не ко мне Да? Да Она уходит Блин Добряшка Милашка Мне кажется Их заставляют Быть добрыми Типа Ой Злыми точнее Хотя может И добрыми Почему 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 только Злыми Может их и добрыми Заставляют быть 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 Что я несу Тихо А может она меня Загоняет тоже В какой-то Тупик Образно говоря Чтобы меня Поймать Так окей Нам сюда В эту сторону О Там смотрите Мамочка мертвая То есть Труп мамочки Именно игрушки Так отсюда Нам нужно взять Электричество И провести его сюда О Барри Прикольно Вагонетка Барри И тут еще Полно игрушек Внутри Кстати это именно Оригинальные игрушки То есть Они выглядят как Не как перекрашенные Как было на складе Кстати возможно На складе Находятся перекрашенные Игрушки Как прототипы То есть Допустим Тот же зеленый Кэнди Кэт Или которого Какого мы там видели Скорее всего Он отклоненный был Так как Предыдущая версия Кэнди Кэта В итоге признали Только синюю версию Такой вот Кэнди Кэта Потому что Разных цветов Это было бы странно У детей бы это Не запоминалось Я считаю Блин ну Брон выглядит страшно Вот если вот без глаз Он выглядит прям Очень страшно Так окей Берем электричество Проносим сюда Могу сеть отсюда Могу А я закрыт Окей Бам И вот так И мы попадаем Куда Мы попадаем Сюда Окей Рычаг Хорошо И сюда тоже Нужно электричество А я понял Нам вагонетку Надо тащить В ту сторону Давай Барри Катись сюда Будешь мне помогать Барри у него Кстати похоже На английское Название Ягод Берри Поэтому Ты Ягодка Будешь со мной кататься Бэм Тут У нас Вентиляция Какая-то Давайте вентиляцию Сначала сходим Фиг ли нет Я думаю Раз она первая То Можно и сюда Сходить Так И выходим Мы А мы назад Просто вернулись Да Блин А нафига Мне сюда Не надо было Так Бэм Теперь Бэм Я видел там Еще одну Бэм Все идеально Рычаг Нажимаем И тащим Барри Дальше Так Здесь смотрите Что-то написано Картс Коридор То есть Ты что едешь То есть Коридор Машин А тележечные Коридоры Типа Да ты Хватит ехать Уже куда-то Остановись Блин Барри Спокойно Ага Здесь у нас Смотрите Еще кассета Хватит Тут скрипит Просто я не могу Уже так Отодвинься Барри Назад Я могу его же Взять Вот так И тянуть Чуть-чуть Назад Нет Не могу Он блин Куда-то едет Мне будет он Кассету перебивать Скорее всего Ну ладно Так Что на кассете Написано А что Что с кассетами Что с качеством Кассет Что-то здесь Блин Какие-то Проблемы Я не понимаю Может это Именно в этом Месте Просто Вот тут Все читается А тут Что это Такое И тут Все читается Но более-менее То есть Вот тут Именно темные места Такие Более Ребристые Не знаю Как их назвать Как Как это Понять Я перезашел В игру Даже у меня Все на ультрах Стоит Какого хрена Я не понимаю То что там Написано Типа Я не понимаю Маркус Брикли Объявляют Выговор Потенциальная проблема Я здесь разобрать Не смог Что написано Поэтому я полез В интернет С этим вопросом И в общем-то Узнал Что на этой кассете Написано В итоге В общем ладно Смотрим Я так понимаю Это будет Какое-нибудь Интервью Типа Да Так Ха Смотрим Я просто и думал, что я нарушил жарда луком и лукой. И? Я приступлю за путь, но была бы защитная пачка. У меня были боятся... я подумал, что был единственная. Поэтому я взял немного по утрам, и что-то огромное дело отпустяло. Дело? Ты уверен, что это не человек? Никто не человек 50 метров с 1,000 лапами! Маркус, ты меня потеряешь. Может быть, ты просто увидишь людей. Смотри, это не люди, хорошо? Я не знаю, что это было, но это не человеческое. Хм... Кто вы говорите об этом? Besides меня, obviously. Просто вы, sir. Obviously. Окей. Я покажу секунду камеры. Что?! Есть огромный монстр! Скиммоней не будет отсюда! Ты в порядке, Маркус. Мы делаем игрушки, а не монстры. Ну, давай, иди отсюда. На самом деле, возьми кофе, пожалуйста. На самом деле, не важно. Иди отсюда. Так, окей. То, что я понял, то, что этот Маркус, насколько я понял, вроде бы его звали, он... Кстати, очень знакомое лицо. По-моему, я его где-то уже видел. Скорее всего, это какой-то блогер. Американский. Вот. Потому что очень-очень знакомое лицо. Вот. И все, что я понял, это, по сути, что Маркус пытался этому... Ну, как его звать? Не знаю. Директору, допустим, его директору. Он пытался рассказать, что... Он всего лишь хотел пойти попить кофе, но вдруг он заметил... Что-то странное. Типа, что-то про очень много ног, вроде бы, было сказано. И... Ну, как бы он пришел к нему с этим вопросом, что он увидел, что случилось. Вот. И то, что он сказал, что ему было очень страшно. А этот директор, так называемый, сказал ему, что ему просто почудилось, что он посмотрит камеры. И что они делают не монстров, а игрушки. И что, типа, ему нечего бояться. Этот, естественно, заскандалил, Маркус. И... Все. Это вроде все, что я понял. В общем, тут тоже понятно, как будто бы, что они скрывают вот этих самых монстров. Я услышал... Вот слышите мои шаги? Я тоже самое услышал в той стороне. Это уже не удар был. Это был не удар... Не удар, а металлическую какую-то штуку. Которую я часто слышу. Вот, вот такой вот. Это был просто шаг. Как будто бы кто-то прошелся. В общем, эта кассета еще раз доказывает, что... Они скрывают то, что они делают монстров. Опять же, по моей теории, они воскрешают людей и засовывают их в игрушки. В том числе и в большие игрушки, такие как мамочку. Только в мамочку и в хаги, допустим, они засунули более важных людей. Хотя, возможно, они засовывают в маленькие игрушки крыс, а в большие людей. Тоже хорошая теория, я думаю. Вот. Ну и, в общем-то, так как еще на кассете написано потенциальная проблема, его, возможно, потом устранили, как работника. Уволили, либо просто устранили в плане убийства. Вот. И примерно как-то так. Как мне сюда попасть? А, здесь тоже нужно электричество. Окей. Побежали. Берем электричество. И... Бэмс. Бэмс. А чё, подождите, чё я не мог сразу сюда? А, а здесь два электричества нужно. Бэм. Бэм. Ну всё, я тут не успею. Или... А, всё, я открыл. Оно не закроется. Странно. Ладно. Допустим. А, нам нужно вот этот проход, короче, сломать благодаря Барри. Ну давай, Барри. Иди ломай. Я тебе как бы не помешаю. Поехал. Поехал. Оп. Разбивай. Бэм. Есть. И разлетелся. Бум. И улетел туда в бездну. Интересно, почему... Блин, как же тут пролагивает. Интересно, почему здесь бездна такая. Ну я думаю, если я туда упаду, я явно умру. Моя рука просто в темноту уходит. И тут у нас снова какие-то, блин, помещения, коридоры. Более-таки заводского типа. Да! И вот эта самая дырка. Мы в неё падаем. И... Вот этот Уак и Уаги, который закрылся уже. Ну, после того, как мы в него поиграли. Точнее, перед этим. Как мы в него поиграли, потом всё закрылось. Вот. И это та самая дырка, про которую я говорил. Только... Оттуда ничего не было видно. Скорее всего, мы врубили электричество каким-то образом. Ну и, по сути, мы идём обратно. Играть уже в третью и последнюю игру. Да, и вот. Блин, опять закрылась эта фигня. Кстати, давайте попробуем угадать всё-таки. У нас есть цвет. У нас нету последовательности. У нас нету последовательности. Так. Сначала идёт вот этот вот. По цветам. Красный, жёлтый. Красный, синий. Красный, жёлтый. Красный, жёлтый. А, блин. Зачем я вменял? Красный, синий. Вот. И теперь последовательность. Блин, а если я реально запущу и не поиграю в третью игру? Ну, если чё, перезапущу, ребят. Мне просто интересно. Подождите, сколько есть разновидностей четырёхзначного кода? Ну, много, наверное. Не знаю. Ну, как минимум сотня точная, думаю, есть. Ну, допустим. Так. 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 Нет. Нет. Блин, мне кажется, это бредовая идея. В любом случае... В любом случае это будет... Да, это будет сложно, странно. И не факт, что это вообще работает. То есть даже... Во-первых, возможно, код спаунится рандомно. Это во-первых. Во-вторых, возможно, код не сработает до прохождения как бы следующей точки интереса, так называемой. Окей, жмякаем. Снова нам сейчас Стелла скажет что-то. Ну, тут в целом всё понятно. Следующая игра Статуи. Ага. А мы туда просто так не попадём. А, а мы собственными руками, что ли, её открывать должны? Окей. Бэм. Потащили. Она сама не откроется, походу. И... Бам. Всё. Открылась. То есть, статуями как будто... Ой. Статуями, возможно, пользовались достаточно давно. То есть, игра как таковая стала старой. То есть, неинтересной детям. И поэтому... В неё никто и не играет. Не играл, точнее. Вот сейчас я буду, судя по всему, играть. Так. Опять заводские помещения, блин, какие-то. Чё тут? Какой-то 3D принтер, что это? Ох, я могу сюда пройти. Пройти. Мне кажется, здесь где-то золотая статуэтка должна валяться. А... Может где-то здесь? Нет, тут тоже нету. Зачем-то этот сканер нужен. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, ладно, ребят. Я думал, мы на этом пока закончим. А... Мы уже прошли всё-таки одну игру. Достаточно... Да что? Что там бьются трубы какие-то? Чё-то странно там происходит. Да... Блин. Ладно. Пока я тут не умер, лучше, я думаю, завершите эту серию. Много мы за эту серию сделали. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Ставьте лайки, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые игры на этом канале. И также новую серию по этой игре. Не стучать. Вот. В следующей серии ожидается вот эти вот статуи какие-то. И... Судя по всему, мы встретим Пиджея. Потому что в этой игре мы встретили Бонзу Бани. Про которого мы ничего не знали. Здесь мы встретили Хаги. А здесь, судя по всему, Пиджея. Вот он у нас тут нарисован. Все. Всем до новых встреч. И... Всем пока. Пока я тут реально не умер. Субтитры сделал DimaTorzok